В эфире программа подробностей. Мы приветствуем всех, кто присоединился к нам в эти минуты. Гостем сегодняшней студии стал депутат Государственной Думы, фракция ЛДПР Александр Шерин. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем и расскажем, какие инициативы ЛДПР сегодня находятся на рассмотрении в Государственной Думе. Ну, в первую очередь хотелось бы сказать нашим уважаемым телезрителям, что политические партии создаются для того, чтобы представлять интересы жителей Российской Федерации. А депутаты Государственной Думы, они формируют свои фракции в Государственной Думе по принципу политических партий для того, чтобы вносить и принимать законы. Когда проводятся какие-то мероприятия публичные, когда та или иная политическая партия собирает подписи за ту или иную инициативу, информирует население о своей деятельности, в том числе собирает информацию от населения, какие проблемы существуют, это правильно и нужно. Но сам смысл и суть этих всех действий должна заключаться в том, что все это должно преобразовываться в конкретную законодательную инициативу, и депутаты Госудумы должны вносить в Государственную Думу закон. Вот чем отличается фракция ЛДПР от всех остальных политических партий, которые представлены в Государственной Думе? Потому что мы не только критикуем деятельность правительства Российской Федерации, деятельность правящей партии, ну мы ее называем партией технического большинства, мы в том числе вносим свои законодательные инициативы. И наиболее злободневные, о которых я сегодня хотел поговорить, это законодательные инициативы, которые с июля 2016 года находятся в Государственной Думе, и мы ждем, когда ее все-таки вынесут на рассмотрение. Это закон о отмене платы за капитальный ремонт. Суть этого закона заключается в том, что ЛДПР не предлагает просто популистские отменить эту плату. Мы предлагаем взимать плату за капитальный ремонт на территорию всей Российской Федерации в размере 1 рубля за квадратный метр, на территориях, приравненных к Дальнему Крайнему Северу, 2 рубля за квадратный метр, но только после того, когда капитальный ремонт будет произведен за счет государства. Сначала производится капитальный ремонт, затем жильцы дома выдвигают приемную комиссию, эти жильцы дома подписывают акт выполненных работ по ремонту капитального дома или прилегающей территории. Если их все устраивает, у них нет претензий к строительной компании по поводу произведенного капитального ремонта, они подписывают этот акт. И вот после этого с этих граждан можно брать плату за капитальный ремонт, но только в размере 1 рубля за квадратный метр. Сегодня люди платят за капитальный ремонт, особенно наши пенсионеры, у которых пенсия в 7 тысяч рублей, 4 тысячи они платят за коммуналку, 3 тысячи им государство составляет на жизнь по 100 рублей в день. Они так еле-еле выживают, им еще ввели плату за капремонт. И сегодня мы, если запросим информацию в администрации города Рязани, то вы посмотрите, что в основном дома, которые сегодня платят за капитальный ремонт, в очереди стоят на 2037-2042 год. Большинство просто не доживет до этого капитального ремонта. Поэтому мы считаем несправедливым, когда плату за капитальный ремонт берут до того, как его провели. Также мы предлагаем установить минимальный размер оплаты труда и минимальную пенсию в Российской Федерации, кстати, это положено по Конституции, чтобы они были приравнены к прожиточному минимуму. Сегодня он составляет немногим более 12 тысяч рублей. У нас минимальный размер оплаты 6 тысяч 200, пенсия 5 600, 7 200. Поэтому это несправедливо, это нелогично, это негуманно по отношению к собственному населению. ЛДПР предлагает установить минимальный размер оплаты труда и минимальная пенсия в размере 15 тысяч рублей. Все вот эти инициативы, они направлены на повышение уровня жизни и покупательской способности населения. Если пенсионер будет получать 15 тысяч в месяц, то эти деньги вернутся в экономику Российской Федерации. Пенсионер же не будет на эти деньги покупать себе яхту или заграничную недвижимость. Но уж действительно пенсионер не будет эти деньги переводить в евро и доллары, как у нас сегодня делают многие крупные компании. Таким образом, наша экономика не получает дополнительных вливаний денежных средств, а нам сегодня нужны рубли. Так вот, чтобы в деревне и в городе как можно больше было платежеспособных покупателей у наших уважаемых предпринимателей, продукцию, которую они производят, и магазины, в которых они реализуют товары, нужно, чтобы к ним приходил пенсионер с пенсией не 7 тысяч рублей, а с 15 тысяч рублей. И нужно, чтобы он тратил не 4 тысячи на коммуналку, а полторы, две. Для этого нужно освободить всех пенсионеров от уплаты за коммуналку. Кстати, мы от ЛДПР эту инициативу уже внесли. В Туркмении газ, соль, вода и электричество для населения бесплатно. Мы не просим бесплатно для всего населения, но хотя бы дайте для пенсионеров бесплатные тарифы на услуги ЖКХ. Недавно внесли законодательную инициативу, которую я разработал, и ряд моих коллег присоединились. Мы ее внесли коллегиально. Это закон о единовременных субсидиях на приобретение жилья для многодетных семей. Эта проблема касается жителей всей Российской Федерации. Я знаю, многодетные семьи ко мне обращались и в Рязанской области, у которых крохотная квартирка или домишко, а у них 5, 7, 9 детей. Им просто негде жить на каждого члена семьи. Делали даже репортаж в новостях несколько лет назад. Семья в поселке Искра, 11 членов семьи, мама и папа, 9 детей, у них квартирка. На каждого члена семьи приходится 2,5 квадратных метра. Однозначно, кредит ипотечный им не дают в банке, потому что либо возраст не тот, либо количество еждивенства большое. Мы предлагаем из расчета 15 квадратных метров на члена семьи по среднерыночным ежегодно установленным ценам за квадратный метр жилья выдавать денежную сумму по этой методике на семью, у которой 5 и более детей, для приобретения либо строительства жилья на территории, где они проживали последние 10 лет. Еще самое главное, что мы предлагаем, и это очень важно всем знать, мы предлагаем вернуть сферу ЖКХ под контроль государства. Надо убрать все эти управляющие компании. Это 90% жулики, мошенники, неходяи, проходимцы. Те, которые... Цель одна – заработать деньги на наших граждан. Поэтому сегодня у нас сосульками убивают людей, сегодня у нас бродячие собаки загрызают детей, сегодня у нас заваливают снегоуборочные машины, я про Россию говорю, 10-летнюю девочку, потому что за все отвечают коммерсанты, у которых есть деньги, они всегда имеют возможность уйти от правосудия. Когда лифт падает с каким-то человеком и гибнет, то у нас в СМИ говорят, после того, когда погибла дочка Чергина, известного нашего телеведущего. А сколько этих людей в падающих лифтах гибнет каждый день? И уже сегодня управляющая компания сразу заявляет, этот лифт не был сдан в эксплуатацию. Поэтому ЖКХ необходимо вернуть под контроль государства, восстановить систему ЖЭУ, чтобы все дома обслуживались только государством, чтобы все управляющие компании ушли вон с рынка оказания коммунальных услуг. Они только грабят людей, повышают тарифы необоснованные, ничего для жителей не делают. А когда приходит момент отвечать за свою работу некачественную, когда гибнут люди, то, соответственно, они уходят в сторону. Александр, спецпоезд ЛДПР – большая, известная акция. Расскажите о ней поподробнее. Буквально в двух словах. На территории нашей страны, благодаря действиям некоторых чиновников, очень плохие асфальтированные дороги, отвратительные. В некоторых городах, как Рязань, дороги настолько плохие, что даже наши коммунальные службы не считают нужным чистить снег, чтобы жителям казалось, что хотя бы зимой у нас дороги ровные. Потому что приходит весна, снег тает, и потом мы ужасаемся. Пока лежит снег, вроде все ровно. Поэтому мы ездим по территории Российской Федерации по железным дорогам. За счет партии мы арендуем и оплачиваем поезд. В этом поезде едут наши активисты. Мы по графику приезжаем в различные города, маленькие села по всей территории Российской Федерации. Мы объездили всю страну, потому что ежегодно от 4 до 5 поездов. Соответственно, мы приезжаем на станцию, находимся там от 20 до 40 минут, насколько нам позволяет РЖД. Там раздаем людям подарки, раздаем нашу партийную сувенирную продукцию, раздаем газеты ЛДПР и собираем письменное обращение граждан. Люди жалуются, что иногда, когда они жалуются Жириновскому в своем письме, направляют его, то письма как-то не доходят по почте. Потому что когда чиновники видят, что на конверте написано председателю ЛДПР Жириновскому, то, как правило, Владимиру Вольфовичу пишут, когда все полностью у людей, кончились все силы, терпение, Жириновскому жалуются. Поэтому, когда видят, что на конверте написано Жириновскому, ЛДПР, чиновники понимают, что идет какая-то жалоба. Поэтому мы, когда к людям напрямую приходим, они нам напрямую могут отдать письма, эти письма через 2-3 дня попадают в Москву. У нас работает отдел писем, он состоит из юристов, юристы изучают обращения граждан. Если обращение коллективное, то его на заметку берет лично Владимир Вольфович. Если это индивидуальный вопрос, юрист составляет грамотный депутатский запрос, эти депутатские запросы поступают к Владимиру Вольфовичу, он с ними ознакомливается, подписывает, направляет депутатские запросы. Губернаторам в прокуратуру, УВД, в различные инстанции. В 95% случаев все проблемы, по которым к нам обращаются граждане, решаются. Поэтому мы ездим по стране, объедем всю страну несколько раз, проползем на брюхи к каждому, кровью и потом заработаем каждый голос избирателя, потому что нам не разрешают вешать рекламные щиты. Нас не выпускают на телевидение, нам не дают площади в газетах, нам затыкают рот, нас весьмеют обливать грязью в интернете, в региональных СМИ. Мы знаем, что нам никто на блюдечке с голубой каемочкой голоса избирателя не принесет. Мы не коммунисты, за которыми закрепили второе место навсегда, на всех выборах, их все устраивают, у них стоит Ленин на площади, все у них хорошо. Мы ЛДПР, нам нужно первое место, и мы должны его заработать своим трудом. Вот для этого едет поезд по всей территории Российской Федерации. Спасибо вам за беседу, мы желаем вам удачи на предстоящих выборах. Я напоминаю, что гостем сегодняшней студии стал депутат Государственной Думы фракции ЛДПР Александр Шерин. Мы прощаемся с вами до новых встреч, до свидания, спасибо за внимание.